Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. На фермах в Лоевском районе в прошлом году волки загрызли более 30 коров. Этот и другие факты были озвучены прокуратурой по результатам проверки 86 сельхозорганизаций Гомельской области. Прокуроры проверили исполнение законодательства о предупреждении случаев безхозяйственности и потерь скота в сельхозпредприятиях. В частности, выявлено неудовлетворительное состояние коровников и телятников, что способствовало заболеваниям животных. Не всегда соблюдались требования ветеринарно-санитарных правил в отношении дальномолочного оборудования. В отдельных случаях причиной падежа явилось ненадлежащее качество используемых кормов, наличие в пище и народных предметов. При вскрытии двух павших животных на территории ферм Петриковского и Луевского района в одном случае обнаружен фрагмент металлической проволоки, в другом случае фильтр для молока. Выявлены факты ненадлежащего состояния ограждения территории ферм. Такие случаи установлены на территории ряда ферм Луевского района, в результате чего имеется возможность проникновения на территорию ферм диких животных. Из 522 голов павшего скота в 2017 году 32 головы стали жертвами нападения волков. Прокурорами в районное дело внутренних дел направлены поручения о проведении соответствующих проверок. По фактам служебного подлога возбуждено 4 уголовных дела. Вынесено 37 постановлений о привлечении работников к материальной ответственности. В суды предъявлено 13 исковых заявлений о взыскании ущерба с виновных лиц. Накануне спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о необходимости помочь мужчине, который застрял в лавочке на улице Быховской. По прибытии к месту вызова выяснилось, что уснув на скамейке, мужчина умудрился провалиться в узкую щель между двумя досками. Третья была выломана. Самостоятельно выбраться не смог. Мужчина был зажат между двумя досками скамейки. Прибывшие спасатели с помощью специального инструмента деблокировали его, где и передали представителям скорой медицинской помощи. Сегодня в Беларуси стартовала республиканская акция «Ребенок – главный пассажир». Цель мероприятия – предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних. Повышенное внимание будет уделяться водителям, которые игнорируют использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Акция продлится до 16 июля. С начала года произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. На территории Гомельской области 4 ребенка были в тяжелом состоянии. Поэтому не лишним будет напомнить водителям об использовании детских удерживающих устройств либо ремней безопасности. Помните о том, что дети – это самое дорогое. Исследования показывают, что использование детских удерживающих устройств на 70-90% уменьшает риск получения ребенком травм или смертельного исхода в случае дорожно-транспортного происшествия. Административная ответственность до несоблюдения этого требования, штраф до одной базовой величины при повторном нарушении от 2 до 5. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.